Всем привет! Мы сейчас уже идем с университета. Вчера у нас не вышел влог, потому что у нас вчера был очень такой сложный день, у нас вчера были экзамены, точнее экзамен один, кстати, он нормально прошел. Мы уверены, что мы сдали, потому что вопросы были не очень сложные и у нас была возможность там пару раз подглянуть. В общем, мы уверены, что мы написали этот экзамен хорошо. Потом после экзамена мы пришли домой где-то часов четыре и легли сразу же спать. Мы проснулись где-то около пол седьмого было, когда мы проснулись и пошли сразу в зал. А после зала мы приехали с испанцем домой, смотрели футбол. Вчера был офигенный матч. Кто любит футбол со мной согласится, потому что вчера Барселона выиграла PSG французов 6-1, хотя на выезде Барселона проиграла 4-0, то есть общий счет получается 6-5. В общем, вообще далеко не футбольный счет был. А особо 8 марта мы вчера не празднули. Мы вообще его особо не празднуем, потому что у нас такая вот причина, у нас нет денег. Потому что у нас буквально за один месяц у Кати день рождения 9 февраля, потом как 14 февраля тоже там вроде как подарок нужен, потом 9 марта моё день рождения, точнее 8 марта сначала женский день, потом 9 марта мой день рождения, а 10 марта у нас годовщина, как мы начали с Катей встречаться. И поэтому мы договорились, что за этот месяц мы вообще ничего не будем друг другу дарить, просто куда-то выйдем, погуляем, вот. А Кати со мной сейчас нет, потому что у нее ЧП произошло вчера. Она вчера нам помазала лицом, помазала лице какой-то там мазью, каким-то кремом, я не знаю, чем она там пользуется. И в общем, она что-то там с дозировкой переборщила, и у нее получается как опек получился на лице. Вот, я вчера ночью бегал в аптеку за пантенолом, в общем, вроде она как намазала лицо, и она вроде как спал тот опек, но красненькая еще немного осталась. Ее косметолог сказал, что в принципе-то ничего страшного, что оно пройдет, просто нужно будет ждать где-то неделю, а то может и две, пока оно пройдет. Так что вот такие вот неприятные новости. И это случилось как раз вот вчера, вот 8 марта, вот где-то вот часов 11 ночи, вот как раз вот за час до моего день рождения, она хотела сделать мне там какой-то сюрприз, поздравить, но, блин, не получилось, потому что я бежал уже в аптеку. Кстати, а у меня же сегодня день рождения, представляете? Вот, я об этом забываю, потом, когда вспоминаю, у меня так настроение поднимается. И все поздравляют, все пишут, так приятно, спасибо всем. Вот, я обычно свой день рождения не праздную, точнее вообще, я уже не помню, когда последний раз я его праздновал. Наверное, последний раз, когда мне было лет 10 в Макдональдсе. В общем, да, но сегодня мы, скорее всего, что сейчас мы идем в зал, а после зала мы придем домой и пойдем где-то в какую-то кафешку, где-то покушаем, поужинаем вместе. А еще мне сегодня про дугалки даже не сделать сюрприз вечером, потому что в 10 они придут. Вот, они не знают, что я знаю, но я узнал. Вот, но они не знают, поэтому это сюрпризом все-таки остается. Дима, поздравляйте с днем рождения, если этот торт тебе что-то за это желание? Подумаешь? Подумал? Можно? Да. А еще? Догадаешься, что делать с этим тортом? Давай. Какое ощущение, что мне стало плохо. Я перекачался в зале. До рождения! Спасибо! Как она смывается? Ну, она вроде как смылась, но я чувствую, как она от меня так несет медальяком. Это же твой любимый торт. Катя говорит, сладенько, но мне что-то не очень нравится. Мы пришли в ресторан мексиканский, вот, и можно сказать, мы его арендовали, потому что здесь кроме нас никого нет. Вот, я не могу сказать, что мне это не нравится, потому что сейчас нам быстренько все принесут, и все будет хорошо. Вот меню. Меню, кстати, на испанском. Ну, и на русском есть, и на английском. Я заказала себе маргариту, а мальчики взяли себе пиво. И кукурузные чипсы с острым соусом. Как называется? Хабанеро. Хабанеро. Стас у нас шарит, он работал. Смотрите, мы заказали касадияс, это такие лепешки, и внутри там сыр и мясо. Овядина. И вот соус, это острый соус, а это, наверное, майонез. Как сказал бы мексиканец, сальса. Это мчалада. Это тоже что-то типа лепешек с курицей и с красным соусом. А мне принесли такос с говядиной. И Стас тоже себе заказал такос. Так, теперь время десертов. На десерт чуросы. Может, вы помните, я их готовила. Вот как они должны в идеале выглядеть. Можете вспомнить, как у меня это получилось. Дим, это... Я понимаю, что у тебя день рождения, но это без совести вообще. Так делать. Горячее? Ребята, вам понравилось? Да! Да! Так что мы довольны. Сейчас идем домой. Сейчас Диме будет сюрприз. Поехали! Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, так что вот так прикольно очень получилось Я так зашел, они все начали кричать с днем рождения Мне так приятно стало Я думаю, что мы едем просто в кафе, где будут португалки Потому что я знал, что они точно должны прийти и поздравить Но я не ждал, что там будут все Там просто, ну, там вся группа И есть, потому что они все пошли в клуб Я, честно говоря, не хочу идти в клубе, я хочу спать Но в клубе не придется Потому что все-таки у меня же день рождения Как-то будет некрасиво Они танцевались ради меня, а я не приду Офигенно, конечно, мы погуляли И все, мы уже вырубаемся Мы были в клубе И мы хотим спать Потому что уже Три ночи Всем пока Спасибо за просмотр Пока Всем спасибо, пока